Шалон, дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о празднике Суккот. Он наступает 15-го Тешрея. Этот праздник продолжается 7, а вне земли Израиля 8 дней. Суккот означает шалаши. После выхода из Египта наш народ 40 лет провел в пустыне. Находясь все время в пути, наш народ не мог строить себе постоянные дома, поэтому делали шалаши. Кроме того, их пути сопровождали облака славы, которые и указывали им путь. Укрывали от солнца и защищали от ядовитых змей. Тора заповедала нам в память о тех событиях соблюдать праздник Суккот. Поэтому перед наступлением праздника Суккот строят шалаши, а в сам праздник переселяются в них или хотя бы устраивают там трапезы. Существует много обычаев, связанных с празднованием Суккота. Вот некоторые из них. В Суккот принято брать 4 вида растений. Арбаа, Меним, Этрок, Адас, Лулав и Арава. Словом, Лулав иногда имеется в виду и все растения вместе. Каждая из них символизирует определенный тип человека. Этрок – вкусный и ароматный цитрусовый плод. Это люди, которые учат Тору и совершают добрые дела. Лулав – это пальмовая ветка. Плоды, пальмы, сладкие, но без запаха. Это люди, которые учат Тору, но добрых дел не совершают. Адас, Мирта, оно хорошо пахнет, но несъедобно. Это те, кто совершают добрые дела, но Тору не учат. Арава, Ива, не имеет ни вкуса, ни запаха. И похоже на тех, которые и Тору не учат, и добрые дела не делают. Эти растения соединяют вместе. Так что хорошие качества одного растения дополняют недостоящие у другого. Это символизирует единство нашего народа в служении Творцу. Главным атрибутом праздника, конечно же, является сука. Это ярко украшенный шалаш, где согласно традиции следует проводить как можно больше времени в течение всей праздничной недели. Возводить суку следует под открытым небом. В наши дни ее строят во дворах, домов, например, на крыше, на открытых террасах или даже на балконах. Стены делают из чего угодно. Из тростника, фанеры, обычной или набитой тканью. А вот относительно крыши, традиция требует соблюдать строгие правила. Она должна быть достаточно плотной, чтобы обеспечить тень, но при этом не сплошной. Через нее должен проникать свет и капли дождя. Суку украшают гирляндами, картинами и другими вещами, чтобы все время нахождения в ней было окрашено праздничным настроением. Согласно традиции суку-шалаш, по очереди посещают высокие гости. Авраам, Ицхак, Яков, Мушиарон, Йосев и Давид. Каждый, конечно, в свой праздничный день. Вместе с ними в гости приглашают тех, кто не имеет возможности построить себе шалаш. Сукот! Это очень важный праздник, дорогие друзья, потому что он посвящен духовному подъему. По окончанию года мы подводим итоги своего строгого самоанализа. Если мы хорошо работали в течение прошедшего года, думали, как исправить себя для того, чтобы вернуться к Творцу, то обнаружили в себе виновными во множестве проступков. После такого суда нам самим собой мы выносим решение, которое называется началом нового года. Рожа Шана. Голова года. Рожа Шана – это коронование царя, так как самого великого из всех, олицетворяющего отдачу любви, тепло и наполнение. Мы высоко ценим эти качества, дорогие друзья, а потому возвеличиваем эту силу природу и хотим ей уподобиться, вплоть до полного слияния с ней. В Рожа Шана есть два суда, суровый и мягкий, после которых приходят 10 дней раскаяния. Ведь чем больше мы исправляем себя, тем более походим мы на Творца. Этим решением мы притягиваем к себе окружающий нас свет, особое священие и видим, какие желания в нас не подлежат исправлению. А другие желания возможно исправить и принести ему добро ближним. Десять дней раскаяния, дорогие друзья, отделяют во всех наших желаниях такую часть, которая пока не исправлена, а той, которую можно все-таки исправить. Это разделение называется «Его левая рука под моей головой». Левое объединение, оставляющее вне его те желания, которые нельзя обнять. А затем наступает суккот, когда его правая рука обнимает меня. Во время суккота приходит особое священие, или освящение к человеку, желающему соединиться со всеми творениями и прилепиться к Творцу, к высшим свойствам отдачи всеобщей любви. Праздник суккот длится семь дней в соответствии со светами, которые нам необходимо получить. Хесед, Гвурати, Ферет, Неса, Ход, Исот, Малхуд и гостями, поочередно посвящающими ежедневные праздничные трапезы. Авраам, Ицхак, Яков, Муши, Арон, Йосеф, Давид. Любовь, дорогие друзья, к ближнему – это великое правило Тора, но мы не хотим, к сожалению, его выполнять. Зло в нас – это все то, что против нашего соединения с другими. Именно о нем написано. Я создал злое начало и в придачу к нему Тору. Тора – это не книга, стоящая на полге, а особый метод использования силы природы, который называется светом. Если я пользуюсь этим светом, представляя себя под ее влияние, то превращаю все зло во мне в добро. Из эгоиста, отталкивающего и без всякой причины ненавидящего остальных, я превращаюсь в любящего, пока не сливаюсь со всеми в одного человека с одним сердцем. До Суккота мы занимались судом над собой, выясняя, что можно исправить, а что нет. В Рожа Шана мы решили, что хотим стать отдающими и воцарить над нами Творца, силу любви. В следующие 10 дней раскаяния мы проверяем 10 сферот своей души, 10 частей желания, выясняя, что можно исправить, а что нет, и как это сделать. Ведь есть в нас такие нечистые желания, которые не подлежат исправлению. И потому мы просто их сокращаем, отделяем, замораживаем, убираем из нас. А те желания, которые можно исправить, мы исправляем в дни Суккота. Это первое исправление желания, и происходит оно за счет прохождения к нам света. Символ окружающего света это Сука. Мы создаем тень, поскольку не хотим получать свет ради себя, а желанием своим изменение связи с Творцом, лишь для того, чтобы отдать ближним. Это значит быть праведником, который берет на себя только необходимое для пропитания, а все остальное он отдает людям, другим. Такое исправленное получение символизирует Сука. Размеры Суки, как вы знаете, символизируют меру человеческой души, поэтому в ней должно быть больше тени, чем света. Это символизирует нашу готовность удовлетворяться самым необходимым, а все остальное обратить на отдачу. Такова ступень праведника, к которой нужно прийти прежде всего, чтобы достичь первого подобия Творцу. Сука, дорогие друзья, это праздник, когда мы с одной стороны радуемся, нашлаждаясь плодами наших трудов, с другой декларируем нашу способность отказаться от достигнутого и вернуться к абсолютной независимости от всего земного, полностью отдавая себя во власть Всевышнему. Этого я нам всем и желаю. Радостных дней, радости и света, любви и добра. Браха ва слаха. Хак Самея. Ваш Равин Каплан.